Здесь у нас в посылке находится винный термометр, и если нажать товары, точнее цвет здесь почему-то, есть еще дозатор. Здесь он у нас тоже находится за 55 центов. Давайте посмотрим, как оно выглядит. 7054 заказа. Именно винный термометр, штука в быту особо не нужна. Она в основном для винных погребов используется, когда у тебя одна бутылка вина стоит, и зачем тебе нужно вообще в принципе знать его температуру. Я ее заказал больше для того, чтобы было веселее эта распаковка. А вот этот вот дозатор достаточно полезная должна быть вещь. Надеваете на бутылку, когда вино открыто, и потом вам не нужно этот корок постоянно засовывать. А вот эта штука здесь остается, вы ее приоткрыли, налили вина и закрыли. Как видите, здесь идет двойное такое вот отверстие, тоненькое и как бы широкое. Это для того, чтобы во время наливания у вас не происходили бульбашки, чтобы воздух забирался именно через вот эту вот мелкую трубку, а наливалось через крупную. Я думаю, вы знаете, как это примерно работает. А здесь дальше у нас подарок от продавца. Я этого не заказывал. Продавец решил в подарок положить шнурки. Это же вроде как шнурки, если я не ошибаюсь. Но они у нас почему-то все одного размера. Продевается в ботинки раз, должно быть 16 штук. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, нет, 12, по 6 штук. В основном идет по 6 или 8 рядов шнурка. Здесь вот как бы для 6 положили просто подарочек. Я думаю, вы с таким уже сталкивались, с такими силиконовыми шнурками. Штука, в принципе, удобная. Мы когда-то тестировали на канале Лай Китай, когда заказывали дешевые посылочки. И вот у нас такой термометр. Он работает по принципу того кольца, который я вам показывал. Здесь тоже самое полотно. Здесь тоже у нас не видно пока что цифр. Указано 24, но это как бы окружающая среда или нет? А, все. То есть выше 24 градусов. Здесь у нас сейчас окружающая среда выше 24, поэтому все абсолютно погасло. А тут минимально 4, максимально 24. И указаны какие-то вот надписи. Сладкое белое вино, газированное вино. Типа шампанское. Порто, Котес. Я ничего в этом не понимаю. Вешается на бутылку от шампанского и показывает температуру этой бутылки. Достал я, в общем, вино из холодильника, оно показывало 8 градусов. Пока я вот начал снимать, выставил камеру, оно уже показывает 10-12. И на что ориентироваться, непонятно. Но есть еще один момент. Я прикоснусь пальцами и цифры начинают пропадать. А вот эти вот, наоборот, начинают появляться. Ну, то есть тепло с пальцев передает повышенную температуру. И какая температура у вина, толком непонятно. Но оно показывало 8, когда я достал с холодильника. Оно показывало 8 не очень явно. Потом стало явно, когда немножко оно постояло. Потом превратилось в 10. И вот сейчас вот такая вот штука. А касаемо дозатора, покажу наглядно. Я его достал для того, чтобы показать, что оно помещается в это горлышко. Идеально открываем. И главное увидеть наклон в эту сторону. Иначе, если вы будете наливать вот так вот, то будут бульбашки, в общем, идти. А вот так вот наблюдаем. Все отлично льется. Лишний воздух выходит через мелкую трубочку. Нет никаких вот резких вот таких вот выливаний, когда ты выливаешь в бутылке. Такое бывает. В общем, удобный. Но, когда ты его достаешь, достается он часто вот так. Приходится доставать вот так вот пробку. Потом складывать это целиком. Не скажу, что это сильно напрягает. Просто нужно его вот собирать. Ну и опять же, можно после этого использовать. Эта резина, кстати, ничем не воняет. Только что ее понюхал полностью. Ну, конечно, ее придется помыть, хорошенько выдравить, потом использовать. Спасибо, друзья, за ваш просмотр на экране. Два ролика, подписка у вас на экране. И ссылка именно на этого продавца, именно на этот товар будет в описании под данным видео. Субтитры сделал DimaTorzok